Встреча с Голландией 12 июля прошлого года сильнее всего ударило по Голландии. 196 погибших – граждан небольшой европейской страны. Кабина пилотов, передняя часть салона, личные вещи пассажиров упали в поле с подсолнухами. Журналисты из Нидерландов, работавшие на месте трагедии, решили привезти отдельные цветы для фотопроекта. Сегодня же недалеко от Амстердама в музее зацвели 5000 подсолнухов в память о погибших. Люди в траурной одежде, стоят полукругом, говорят в полголоса. Снимать себя на камеру не позволяют. Выставку первыми увидели четыре семьи погибших в украинском небе. Близким погибших сначала было тяжело зайти сюда, но потом они даже сказали, мы как будто только что побывали в Украине. Они как будто даже немного расслабились, пройдя по этому залу. Руди Боума популярный в Нидерландах корреспондент. 20 лет в журналистике. За плечами у него работа в горячих точках, природные катастрофы и громкие теракты. Но то, что он увидел на востоке Украины, ни с чем не сравнить. Недавно мы побывали там с родственником одной из жертв. Мужчина просто хотел прикоснуться к земле. Он встретился с пожарными, которые помогали в разборе с местными жителями. Две минуты спустя они уже обнимались. Успокаивали друг друга. Это общая боль. Голландцы, сами того не желая, стали частью большого международного конфликта, считает Боума. Сейчас все ждут. Что же скажут эксперты? Например, из Роттердама. Как мост Эразма соединяет два берега реки Маас, так и генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеки уже год пытается соединить воедино все составляющие трагедии MH17. Вестербеки нам говорит, пока делать выводы рано. И это при том, что родственники упрекают следственную команду в 100 человек. Вы работаете медленно. Если следствие будет идти так же хорошо, как и прежде, то результаты могут быть уже до конца года. Несколько недель назад мы хотели попасть на место, куда упал самолет. И мы смогли пройти только на территорию Донецка. Взяли анализы почвы и сделали замеры телефонной связи. В Луганск нас не пустили. Мы все еще просим их нас пропустить. Малайзия внесла проект создания трибунала для поиска виновных в крушении Боинга над Донецком. Предварительно голосовать совбез ООН будет 21 июля. А пост пред России при ООН Виталий Чуркин уже заявил, что он не видит никакой перспективы. Если будет суд, то он должен иметь широкую международную поддержку. Если Россия в Совете Безопасности ООН не поддержит идею создания трибунала, нам придется искать другой путь к мировой поддержке. Сейчас наш главный сценарий MH17 сбили из зенитно-ракетного комплекса БУК. Вместе с тем Голландия годами сотрудничала с Россией. Страны объединяют не только исторические связи, но и взаимноэкономические интересы. Так считает голландский эксперт ООН Виссер. Однако трагедия MH17 охладила эти отношения. Нидерланды — один из самых больших партнеров России. Например, компания Shell инвестирует в российский нефтяной бизнес. Россияне организуют штаб-квартиры крупных компаний в Амстердаме. Это и из-за налоговой системы. Когда режим Путина стал менее демократичным, Голландия стала балансировать. Но крушение самолета изменило все. И Нидерланды поддержали дополнительные санкции. В начале лета Европа продлила действия антироссийских ограничений до января 2016 года. Не исключено, что к этому моменту мир узнает, кто ответит за лайнер MH17.